Магнитогорский Металлург не сумел продлить свою победную серию, которая с учетом домашнего мемориала Рамазана длилась три матча. Во второй игре Кубка чемпионов в Казани под обечный Ильи Воробьева уступили Акбарсу, но не потеряли шансов пробиться в финал турнира. Тему продолжит наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Матч против хозяев не заладился у Металлурга с самого начала. Всего через 98 секунд после стартового вбрасывания магнитогорцы оказались в роли догоняющих. Едва ли не первым броском в створ Никита Дыняк открыл счет. Преимущество барсов по игре было не слишком явным. Шансы отличиться регулярно возникали и у нашей команды, но на последней минуте периода казанцы забились снова. Богдан Потехин, пытаясь прервать опасную передачу соперника, срезал шайбу в собственные ворота. Снова не сумел Металлург избежать и ненужных удалений. И на 35-й минуте Артем Галимов реализовал большинство. Он бросил почти с нулевого угла, а Василий Кошечкин не успел до конца переместиться от противоположной штанги. Буквально тут же Николай Прохоркин вернул интригу. Его шайба стала и великолепной демонстрацией мастерства нападающего, и хорошей наградой за настойчивость. Увы, незадолго до второго перерыва Прохоркин за несогласие с действиями арбитров, которые в этот вечер отработали не лучшим образом, был удален до конца матча. В оставшееся время счет не изменился. 3-1. Несмотря на поражение, магнитогорцы сохраняют шансы на выход в главный финал турнира. В субботу они встретятся с питерским СКА, и в случае победы в воскресенье снова сразятся с Акбарсом за главный трофей. В случае поражения Метаургу предстоит игра за третье место с Салаватом Юлаевым. Прямую трансляцию матча с армейцами смотрите в нашем эфире 22 августа в 14.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.